МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судьба этой крылатой машины складывалась непросто. Лишь благодаря воле и настойчивости главного конструктора самолет занял место в боевом строю советских военно-воздушных сил. Сегодня вы узнаете о лучшем фронтовом бомбардировщике Великой Отечественной войны Ту-2. В середине 30-х годов Управление военно-воздушных сил Красной Армии поставило новые задачи перед авиапромышленностью. Советскими военными экспертами к этому времени серьезно рассматривалась угроза нападения со стороны моря. Для борьбы с надводными кораблями потенциального противника потребовался четырехмоторный бомбардировщик дальнего радиуса действия, способный атаковать движущиеся цели в режиме пикирования. Задание такой сложности мог выполнить только один коллектив – КБ Туполева. В 30-е годы самолеты с индексом АНТ по инициалам конструктора устанавливали мировые рекорды, совершали беспримерные по дальности и продолжительности перелеты, стояли на вооружении рабочей крестьянской Красной Армии, составляли большую часть флота гражданских воздушных судов. В 1937 году Туполев одновременно занимал несколько высоких административных должностей. Его КБ работало над многими перспективными проектами. Все рухнуло в одночасье. 21 октября 1937 года Андрей Туполев был арестован по обвинению в создании фашистской партии и помещен в бутырскую тюрьму. Его имя мгновенно исчезло со страниц газет. Самолеты АНТ сменили индекс на ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический институт. Вслед за главным конструктором были репрессированы многие из его соратников – Владимир Петляков, Владимир Мясищев, Алексей Черемухин. Буквально за считанные месяцы в тюрьмах и лагерях оказались тысячи сотрудников исследовательских институтов и заводов авиационного профиля. В преддверии Второй мировой войны правительство приняло решение по формированию из заключенных специалистов особых конструкторских подразделений под эгидой Наркомата внутренних дел с целью создания в кратчайшие сроки современной техники для переоснащения армии, авиации и флота. Сами заключенные называли эти подразделения «шарашками». В 1938 году было организовано ЦКБ-29 Народного комиссариата внутренних дел, в котором вот началось проектирование фронтовых бомбардировщиков. Первым был создан самолет П-2 Петлякова, который явился самым массовым бомбардировщиком Великой Отечественной войны. Вторым был сделан самолет 102 конструктора Мясищева, который так в Сирию и не пошел. И третий самолет был, ну, прототип и, в конце концов, самолет Ту-2. После года, проведенного в Бутырке, Туполев был направлен в ЦКБ-29, в специальную тюрьму НКВД. Ему подчинили группу бывших сотрудников исследовательских институтов, серийных заводов и конструкторских бюро. Правительство поставило серьезную задачу – в кратчайшие сроки построить дальний четырехмоторный пикирующий бомбардировщик. Но времена изменились. В Европе началась война. Быстро оценив новое реалии, Туполев выдвинул и мужественно отстаивал встречную идею – создать более простой и легкий самолет для действий на линии фронта и в ближайших тылах. Бомбардировщик виделся ему двухмоторным, хорошо вооруженным, скоростным и пикирующим. Сталин после некоторых колебаний идею одобрил. Проект получил индекс 103 по номеру Туполевского отдела в ЦКБ-29. Весной 1940 года комиссии ВВС был представлен макет прототипа. Затем началась сборка опытного образца. Его испытания прошли в конце 40-го – начале 41-го годов. Наркомат авиапромышленности, ознакомившись с результатами испытаний, принял решение о начале серийного производства. В дальнейшем самолет получил обозначение Ту-2. Ту-2. Проект 103. Двухмоторный фронтовой бомбардировщик. Длина – 13,8 метра. Размах крыльев – 18,8 метра. Максимальная взлетная масса – 11 360 килограммов. Силовая установка. Два двигателя АШ-82 мощностью по 1850 лошадиных сил. Максимальная скорость – 547 километров в час. Практический потолок – 9500 метров. Практическая дальность – 2100 километров. Вооружение. Две авиационные пушки калибра 20 миллиметров. Три пулемета калибра 12,7 миллиметров. Бомбы общим весом до двух тонн. Экипаж – 4 человека. Успех принес конструктору возможность покинуть стены Шарашки. 19 июля 1941 года постановлением Верховного Совета СССР Туполев был освобожден. Он немедленно занялся организацией производства боевых машин для фронта. В начале Великой Отечественной войны правительство приняло решение о выпуске Ту-2 на заводе в Омске. Андрея Николаевича Туполева назначили главным конструктором предприятия. Одновременно с запуском серийное производство шла модернизация самолета. Весной 1942 года бомбардировщики стали поступать на фронт. Там подтвердились высокие летные и боевые качества машины. Однако, несмотря на отличные отзывы фронтовиков, в октябре 1942-го пришла телеграмма за подписью Сталина, предписывающая Омскому заводу прекратить производство Ту-2. Туполев пытался встретиться со Сталином. Предлагал альтернативные варианты, чтобы не нарушать налаженного производства. Если возникла острая нехватка истребителей, спрашивал он, то почему в правительстве обсуждался вопрос относительно переоборудования Як-9 в бомбардировщик? Нарком авиапромышленности Шахурин поддерживал конструктора. Однако, голоса в защиту бомбардировщика так и не были услышаны. Сталин остался непреклонен. Но, несмотря на это, Туполев продолжил работу над модернизацией машины с совершенствованием ее конструкции. Положение изменилось лишь через год. После Курской битвы советские войска начали стратегическое наступление на широком фронте. Красная армия нуждалась в бомбардировщиках, способных доставлять на большее расстояние большую массу бомб. Осенью 43-го Сталин ознакомился с результатами испытаний модифицированного варианта машины. После этого верховный главнокомандующий признал ошибочным решение о свертывании выпуска Ту-2. Говорил Шакурин, когда акт об испытании Ту-2 с высокой положительной оценкой лег на стол к Сталину, то тот обвинил Шахурина в том, что он, значит, недостаточно был настойчив и разрешил снять Ту-2 с производства. И было принято решение возобновить производство Ту-2, но уже на восстанавливаемом в Москве авиационном заводе номер 23. Модернизированные Ту-2 стали поступать в строевые части в первые месяцы 1944 года. К началу летней кампании этими самолетами была вооружена 334-я бомбардировочная авиационная дивизия. Соединение воевало на Карельском перешейке в Белоруссии при Балтике. Сталин приказал командующему ВВС, чтобы тот стерег дивизию, как зеницу ока, и постоянно интересовался ее успехами. Фронтовые летчики сравнивали самолет Туполева с пикировщиком Пе-2. И сравнение зачастую было не в пользу машины Петлякова. У Ту-2 было две пулеметных установки, стреляющих назад вверх. Поэтому все пространство простреливалось, в отличие от Пе-2, у которых была одна пулеметная установка. И кили создавали мертвое пространство для обороны самолета с хвоста. Также вот большим преимуществом самолета Ту-2 было то, что они уже поднимали во внутренние подвески там тоновые, двухтоновые бомбы, которые могли поразить укрепленные районы сразу. На завершающем этапе войны с Германией Ту-2 бомбил Кёнигсберг и столицу Третьего Рейха Берлин. Наиболее массово бомбардировщики Туполева применялись в ходе боевых действий против Японии. Эти самолеты буквально стерли с лица земли Хайларский укрепрайон Квантунской армии, множество других опорных пунктов и транспортных узлов противника. Результаты боевого применения Ту-2 позволили главному маршалу авиации Новикову назвать его лучшим фронтовым бомбардировщиком Второй мировой войны. Всего за время серийного производства с 1942 по 1950 годы было выпущено более 2500 самолетов этой модели. После окончания войны Ту-2 еще 10 лет состоял на вооружении ВВС Советского Союза и других стран. В составе военно-воздушных сил Индонезии, Китая и Северной Кореи бомбардировщик служил до середины 60-х годов. За создание и выпуск Ту-2 Андрей Николаевич Туполев был награжден Сталинской премией первой степени. Произведен в генерал-майоры инженерно-технической службы, а в 1945 году он стал героем социалистического труда. Ту-2 Андрей Николаевич Туполев